Промпарки Татарстана. План развития. Тема сегодняшней программы. Это главные новости. Меня зовут Тимофей Вагнер. Здравствуйте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Кроме этого, мы спрашиваем в нашей группе ВКонтакте, если вы еще не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Мы спрашиваем, какие промплощадки стоит развивать в первую очередь. Какие направления? Транспорт, логистика, производство, складки. По вашему мнению? Пожалуйста, голосуйте. В конце мы подведем какие-то результаты. Итак, начнем мы, наверное, с того, что в Татарстане завершился прием заявок от компаний-резидентов индустриальных парков на получение финансовой поддержки по программе строительства. Как сообщает пресс-служба Минэкономики, срок микрофинансового продукта от 1 до 5 лет, возможно, отсрочка по уплате на 12 месяцев. Вот такой вопрос. Насколько эффективны вообще сегодня такие формы господдержки? Нужны ли они? Для парков, конечно, различные формы господдержки необходимы. Иначе кто же там будет находиться? Различные формы существуют. И вот на моей памяти, наверное, самое эффективное все-таки было, когда самим предпринимателям, которые покупали необходимое для себя оборудование, за свои деньги субсидировали 50% затрат на купленное оборудование. Почему? Потому что, во-первых, предприниматель брал то, что ему нужно, он понимал, он находил лучшего для себя поставщика с обслуживанием и так далее, с гарантийным ремонтом и всеми сопутствующими необходимыми материалами, постановкой, обучением и так далее. И самое главное, он, получая эти деньги, он мог уже их использовать с точки зрения вложения как в материал и в свое же развитие. То есть он получал живые деньги. Наверное, это самая лучшая программа. А что касательно строительства и по этому направлению, ну вот в субботу буквально как раз на Химграде был, там вводится новых 16 тысяч квадратов площадей. И на сегодняшний день, ну, практически заполняемость в 80%, там может даже больше, ну, по крайней мере, то, что я вот видел, да. То есть, в принципе, ну, это большой такой объем, который появился. Вообще, надо представлять, что на Химграде, например, на сегодняшний день уже, ну, почти 10 тысяч работников. То есть мы помним советское время, помним Тасму, где столько работников было. Ну, надо понимать, что Химград – это вот такая точка, это вот какая-то путеводная звезда, на которую многие должны, наверное, ориентироваться как раз в своем развитии. А в то же время вот мы проехали с семинарами по ИНВД по районам, около 30 районов проехали. И каждый раз приезжают, я как раз тоже, так как я член аккредитационной комиссии, сегодня, кстати, в 2 часа у нас заседание аккредитационной комиссии, 8 промплощадок опять будут проходить аккредитацию. И, находясь в районах, я каждый раз заезжал на промплощадки, смотрел, то есть я вижу, что определенная положительная динамика в них есть. То есть я не видел ни одного, чтобы был закрыт прямо на замок, там все в сугробах, никого нет, КПП, без света и так далее. То есть все промплощадки, все районы, где я был, там начиная от Дрожженова до Балтасей, Бавлами и так далее, Актаныш, и так далее. То есть всех мы можем перечислять, то есть везде на всех промплощадках жизнь идет. Другое дело, что да, действительно, не везде местные законодатели дают какие-то преференции по этим площадкам. Ну это тоже, наверное, проговорим. Да, а вот вообще при каких условиях будут заполняться, если не все площадки у нас заполнены, при каких условиях они начнут заполняться, что нужно? Ну, моё мнение, конечно же, оно не такое вот одним словом, там не выразишь его. Я хочу сказать, что это, во-первых, логистика, то есть парк нужно выбирать, чтобы он находился в том месте, как он нужен. Во-вторых, правильно подобранные управляющие компании, правильно замотивированы. На сегодняшний день очень многими парками у нас управляют исполнительные комитеты того или иного района, республики, и они должны их заполнять. Ну, в общем-то, они этому никогда не учились, их никто на это не мотивировал никогда, поэтому, ну, как сказать, поэтому это, может быть, немножко буксует и хромает. Мы всегда считали, что парки, они хорошо развиваются, работают, когда они являются частными. Во-первых, а, государство не тратит на них ни одного рубля, во-вторых, они выполняют все ровно те же задачи, которые выполняют и муниципальные парки. Поэтому этот парк при правильном подобранном местоположении, при правильно оформленных всех документах, для того, чтобы резидент в этом парке не проходил там все семь кругов ада, он зашел, получил разрешение на строительство, начал строиться и запустил свой производство. Собственно говоря, от этого все его ждут. На сегодняшний день, сегодня все, большинство сознательных таких производителей строительных материалов, металлообработчики, переработчики, полимеры и так далее, они все стремятся попасть в промпарк. Потому что это намного выгоднее, это удобнее. Я уже не говорю про те условия там и кооперации, да и вообще хорошей соседской жизнедеятельности, когда многие вопросы тебе единолично не придется решать, осваивая ту или иную территорию. Поэтому я считаю, что хорошая команда в управляющей компании, правильно подобранное местоположение, правильно выстроенная работа с документами, позволит парку достаточно стремительно хорошо развиваться. А в чем же различие муниципальных, государственных промпарков от частных? Почему частные заполненные, государственные нет? Я бы так не сказал, и многие частные парки, которые не выполнили, допустим, то, что я сказал, такие вещи, как, еще раз говорю, там команда местоположения и так далее, где-то ошиблись, где-то просмотрели, тоже так достаточно успешно не развиваются. Государственные промпарки, еще раз повторюсь, зачастую имеют следующую форму, то есть они, эта земля является до сегодняшнего дня государственной. Когда вы становитесь резидентом промплощадки, которая находится в муниципальной собственности, вы должны ее, соответственно, законодательством оформлять, вы должны на правах открытых торгов получать право аренды, потом строиться, потом оформлять собственность. На это уйдет не месяц, не два, может быть, даже и не год. В общем-то, это очень сильным сдерживающим фактором является. Ну, соответственно, я думаю, что по-другому поступить тоже сложно, когда ты находишься в рамках муниципалитета. Поэтому, наверное, для реализации подобных проектов необходимо опираться все-таки на существующее законодательство федеральное, в котором указано, что компания, которые готовы заниматься реализацией проекта промпарка, которые готовы организовать инфраструктуру, все необходимые документы. И это, получается, достаточно хороший проект, который окупаем, который достаточно успешно и хорошо может работать. Вот я представляю здесь как парк индустриальный М7, вот он на сегодняшний день у нас заполнен, все резиденты работают, кто-то из них заканчивает строительство, кто-то на стадии прохождения экспертизы государственной, но, тем не менее, очень бурно подключается и к сетям электроснабжения, газоснабжения, хорошо соседствуют, логистика выстроена вся отлично. Ну, я думаю, что вот такие вот залоги успеха, если они есть, то все будет хорошо. Вернемся именно к количеству. У нас их около ста этих парков. Логичный вопрос, может как-то их сократить? Вот те, которые действительно и расположены удобно, и условия удачные. Зачем им столько? Вы предлагаете частные парки сократить или как? Частники собрались, представляете, вот они решили продвигать. Ну да, то есть тут вот как бы руководить этим процессом, но Минэкономика как раз Республики Татарстан, это задача как раз идеологию выстраивать и стратегию выстраивать с их стороны. По количеству, ну это должен правильно, я тут соглашусь с Русланом, да, то есть здесь это в какой-то степени рынок, то есть и ситуация экономическая, я бы еще добавил, да. То есть если экономическая ситуация у нас идет рост, потому что, ну надо понимать, это не торговые какие-то площади в основном, да, то есть все-таки расчет идет на производство. Чтобы вот абсолютно справедливо было сказано, что начать строительство там через год только можно, да, или в течение года там построиться, а плюс же тебе надо еще оборудование, обучить людей, это все поставить, то есть и это вот закрыть, открыть там за один щелчок, ну это невозможно. То есть это определенная стратегия у какой-то компании, которая вот закладывает там свое развитие. И с другой стороны, многие, особенно в районах, промплощадки, пускай они небольшие, но это для них точки роста определенные. То есть это вот, ну закроем, ну условно сейчас вот, да, прогнозируем, ну закроем, например, да, в каком-то, и что тогда, тогда опять же мы получим, ну допустим, в соседнем районе, где, ну более экономическая ситуация такая бурная, опять пылесосление, стягивание туда ресурсов и возможностей и желаний небольших компаний что-то производить. Это тоже, наверное, не совсем правильно, потому что, ну, будет у нас таких несколько точек, а в основном месте будет выжженная земля, это тоже, наверное, не совсем. Вот такой вопрос тоже, ну он вытекает из всего того, что вы сказали. А если разные управляющие компании, как вы говорили, а что если, вот такая мысль, создать одну единую управляющую компанию, которая бы управляла сразу всеми технопарками, ну в смысле промпарками, удобно это, неудобно, была ли такая мысль? Ну, тяжело сказать, что такое единая управляющая компания, то есть, ну, по большому счету, ведь управляющая компания, которая должна быть в парке, это люди, которые отвечают, а, за инфраструктуру, б, за, ну, назовем так, сопровождение с точки зрения юриспруденции, оформления всех документов, ну, некое технологическое брокерство, это когда помогаем человеку побыстрее построить здание, оформить правильный документ, пройти экспертизу, директор парка и человек, который отвечает за предъявление резидентов, ну, может быть, это два человека. То есть, по большому счету, на один парк, вот штат в районе 10 человек, вполне реален, нормальный для того, чтобы вести эту работу. Но они работают, как говорится, прямо на земле, они находятся в парке, каждый день приезжает резидент, они им делают показ участка, они выбирают, обсуждают условия тех подключений, присоединений и так далее. Как из какого-то центра можно производить эту работу, хотя у нас парки по всему Татарстану есть, и резидент сейчас чего удобно может выбирать там, где ему ближе, может быть, у него где-то там родина, может, ему удобно, может, он там работу ведет, может, он там хочет, и все условия, ну, для этого есть возможности. То есть, в любом месте, где бы он на территории Татарстана не хотел запустить свой бизнес, он может выбирать парк, и он там есть. Ну, это не секрет, действительно, их достаточно для того, чтобы можно было выбирать. Я считаю, что какая-то единая центральная управляющая компания, ну, она может быть более, как сказать, более так серьезно будет вести работу, так сказать, по, опять сказать, ну, управлению управляющими компаниями. То есть, понимаете, то есть, как бы в каждом парке будет своя управляющая компания, а над ним еще одна управляющая компания. Ну, как вариант, хотя у нас госструктур вполне достаточно для того, чтобы, наверное, взять какой-то одной под контроль всю эту работу, и везде, если есть управляющая компания, им управлять. Ну, в любом случае, парки государственные, ну, государственным начальникам и принимать такие решения, в общем-то. А как они будут управлять эту управляющую компанию частными парками, тут вообще непонятно. То есть, я думаю, что здесь общий язык никто никак не найдет, потому что те, кто реализует частный парк, он берет под свои гарантии, обязательства, кредиты, организовывает финансирование и так далее, и никто ему, по большому счету, не сможет диктовать какие-то условия или указывать какие-то направления деятельности и работы. Поэтому, пока я в последнее время читаю, и об этом говорится уже в последнее время, об таких вещах, ну, пока я, как это будет функционировать, себе слабо представляю, но чисто теоретически можно придумать и попробовать, во всяком случае. Вот. Ну, и с другой стороны, я хочу сказать, что, обладая информацией, что происходит в других регионах России, ну, я думаю, что мы здесь далеко, вообще все впереди, да, и это не стоит говорить, что у нас тут какой-то печальный опыт, у нас, наоборот, самый лучший опыт, и к нам едут резиденты из всех уголков, и, может быть, получится так, что, и правильно говорит президент, что, может, этих парков вообще мало, если хорошо их привлекать, у нас ведь инвестиции не только из-за границы, должны быть еще и внутри нашей страны. Выбирается хороший регион, регион у нас хороший, может быть, и наращивается много разных производств сейчас. Вот. Поэтому, я думаю, что по поводу прорачивающей общей компании тяжело мне сказать. Ну, да, наверняка может быть общее для государственных, действительно, частных нет. А вот теперь вот такой вот вопрос. Ну, частники, да, они своими инструментами, своими методами привлекают резидентов и так далее. А какие меры вообще субсидирования и поддержки государственных? Именно промплощадок? Да. Потому что есть же, ну, как бы, общие для всех предпринимателей, да, то есть есть... Да, разработанная программа. Да, да, то есть есть там и гарантии, и там возможность кредитования, микрокредиты и так далее, и так далее, да, то есть это как бы общее для всех. В том-то и дело, что вот сейчас для промплощадок, особых, специальных, ну, вот кроме вот по строительству, например, ну, то, что я на Химграде, да, вот в этом году по нацпроекту 16 тысяч квадратов точно представляете, что это такое? Это, ну, в принципе, ну, практически, наверное, еще один Химград отстроили, по большому счету, да, и, соответственно, вот для резидентов пока вот что-то такое специфическое, ну, я, по крайней мере, не знаю. Есть единственное для промплощадок, вот я говорю, на муниципальном уровне, там, решенные вопросы, там, связанные по налогам частично, да, то есть как бы низкую ставку ставят. И для этого как раз и нужно подтверждение, что ты промплощадка, аккредитованный, чтобы получить эту низкую ставку по налогу в районах. Я вот здесь вот насчет управляющей зеленой компании тут с Русланом тоже соглашусь, но, например, я в Нижнекамске, да, вот мы ходим по площадке, она там строится. Это ежедневная такая работа на земле, и вот какая-то методологическая работа, я согласен, ну, какая-то стратегия, методология какая-то, это, да, возможно. А вот на местах все равно должны быть люди, которые там с охраной решают вопрос, с электричеством, там, заехала машина куда-то, там, не туда, да, и там встала еще что-то, меж, значит, фирмами какие-то вопросы возникают. Надо, ну, конечно, быть на месте, а не с кабинета руководить. И вот в завершении программы я хотел бы, чтобы вы тоже ответили на этот вопрос, как вы это видите. У наших зрителей мы спрашиваем, какие промпарки сегодня стоит развивать в первую очередь. Результаты у нас такие, производство 45%, аграрные 34%, легкая промышленность 8%, транспорт 10%, складирование 1%. Прокомментируйте, и как бы вы ответили. Вы знаете, вот большая работа была проведена за эти все годы при создании промпарков, и действительно, исходя из того, что на территории Татарстана находятся такие нефтехимические гиганты, как завод «Казанерксинтез» и «Нижнекарский хим», которые выпускают просто высшего класса и высшего сорта продукцию, которая идет и для упаковки и хранения пищевой продукции, также и для их промышленных, значит, этих нужд. Грех не перерабатывать полимеры в Татарстане и не производить из них конечный продукт. И президент, еще будучи премьер-министром, всегда говорил за то, что у нас должна быть объем переработки полимеров не меньше 30-40%, сейчас даже 50%. И президент Российской Федерации это говорит, что много производится, много экспортируется. Но это дело в том, что промпарки были созданы, но мы не можем диктовать или как-то там навязать резиденту, что он должен их перерабатывать, эти полимеры, производить газичный продукт. Но для этого все здесь есть. Для нас, например, как для фонда премьер-министром, достаточно очень странным является, что находясь поблизости прямо с такими гигантами, которые с удовольствием заключают договора непосредственно с переработчиками и идут на все их условия и пожелания, хотя они покупают не так много, но они выпускают, как мы знаем с вами в обиходе, тазы, ведра, какие-то горшки цветочные и так далее. Это все очень нужно. Но мы тут, в первую очередь, еще начинаем забывать о таких вещах, как большое количество сельхозпродукций, которые есть на территории Татарстана, которые тоже нужно в конечный продукт превращать, нежели опять хранить, продавать и вывозить на экспорт. И поэтому соседствовать в одном парке промышленность химическая, в которой перерабатывает полимеры, как мы говорим, шумит, дымит и так далее, и рядом заниматься переработкой молока, масла, каких-то зерна, нельзя. Для этого нужны отдельные парки. Поэтому мы считаем, что сейчас создано все для того, чтобы перерабатывать полимеры. Надо сделать, чтобы были созданы все парки, которые дальше, для производства продуктов питания, пищевые промпарки. Хорошо, коротко, у нас совсем нет времени. На то и не называются промышленные площадки, чтобы как раз в первую очередь промышленность развивали. А вот в районах небольших, это да, это как раз переработка сельхозпродукции и добавочная стоимость, чтобы была наиболее высокой как раз в конечном продукте. Спасибо большое, спасибо вам за программу. Друзья, это были главные новости. Увидимся, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова